Всем любителям харда привет! В сегодняшнем видео мы поговорим о мягкой резине, так называемой SuperSoft. Это резина для тех, кто любит самый-самый хард. Что у нас тут есть? Mitas MXMH модификации SuperSoft. У нас есть EF07 SuperSoft, две зеленых. У нас есть Midzeller 6 Days SuperSoft и у нас есть Dunlop AT81. Все это колеса с очень мягким составом, с жвачкой или кто-то еще называет как пластилин. В общем, чуть попозже покажу, как все это щупается, трогается. Смысл этого видео показать колеса вживую, чтобы можно было их нашими руками пощупать, потрогать. Померяем ширину покрышек, померяем высоту шашки, ну и немножко поговорим про то, под какие условия какая покрышка лучше подходит. Вот, поехали! Начнем с MXMH. Это кроссовое колесо с составом для Hard Enduro. То есть мягкий состав, видно, да? На видео. Шашечку я трогаю и она прям гнется. Вообще, это кроссовые колеса для среднего и твердого грунта, но этот состав резины, модификация покрышки именно для Harder. Для чего она нужна? Это камни, скалы, твердяк. За счет того, что компаут очень мягкий, покрышка прилипает и отлично чувствует себя в этих условиях. Сразу оговорюсь, что за счет того, что покрышка насыщенная, шахматный порядок расположения шашек, по грязи, по мягкому грунту она будет работать не лучшим образом. Поэтому, если выбираете колесо для грязи, это точно не ваш вариант. Вот. Едем дальше. EF07. Всеми любимая покрышка Hard Enduro. Все ее знают. Ну, кто не знает, тот может посмотреть видео в интернете. Опять же, это у нас колесо для гонок, FIM-овский стандарт, FIM. Шашка здесь короче, то есть видно вот прям рядом. Здесь у нас шашка 16 мм, здесь шашка 14 мм, то есть шашка короче. За счет этого, опять же, покрышка не самый лучший вариант для грязи. Грязь любит длинную шашку. Если бы шашка была длиннее, в грязи колесо работало бы лучше. Хотя едут на нем везде. Колесо универсальное, колесо очень-очень популярное. Ладно, хватит о нем, едем дальше. Midzeller Extreme Enduro Super Soft. Очень похож на Mythos. Как видно, практически брат-близнец. Боковые шашки немножко по-другому расположены. В середине, в принципе, то же самое, немножко разная их длина, так сказать, центральных шашек. Чем они отличаются? Здесь у Midzeller корд потолще, у Mythos корд потоньше. То есть, если колесо берется под тюблис, лучше брать Midzeller, потому что у него толще корд. Толще корд, соответственно, покрышку сложнее пробить. Просто порвать и остаться в горах где-нибудь с пустым колесом. Midzeller. Mythos. Mythos. И про Dunlap T81 немножко поговорим тоже. А T81 это вообще покрышка для Enduro, сама модель. А это модификация EX. Сюда, пожалуйста, покажи вниз. Вот. T81 EX. Если есть EX, это значит супер мягкий состав резины. Если нет EX, значит покрышка будет твердой. Соответственно, опять же, мягкий состав резины, это у нас Hard Enduro. Вот, я щупаю шашку. Показываю. Очень мягкая. И здесь точно так же очень мягкая. И здесь точно так же очень мягкая. В общем, все колеса супер мягкие. Но, если смотреть на T81, она как будто липнет. У других колес такого нет. Они супер мягкие, но пальцы к ним не прилипают. Вот такая интересная особенность. И, возможно, что от T81 будет немножко лучше цепляться за всякие мокрые, скользкие камни, бревна и прочую нечисть. Есть такое предположение. Возможно, но чисто теоретическое. Будем тестировать. Скидываемся админу на КТМ. Или на Бету. Ну, или можно задонатить. Надо же, как это все нам снимать. А на Ямахе 125-ке нифига такие колеса не едут. Она их просто не вывозит. Так, едем дальше. Что еще хотелось про них рассказать? Про высоту шашки я не досказал. Фимовские колеса у нас идут с шашкой 14 мм. Это колесо 16 мм. И это колесо 16 мм. Теперь немножко про грязь поговорим. И мягкий грунт. Какое колесо будет работать там лучше? Шашка здесь выше, здесь ниже, здесь ниже. Здесь у нас вообще места нету для грязи. Соответственно, вот этими вот лопатками АТ-81 будет в грязи себя показывать немножко получше. Но есть нюанс в том, что эта покрышка чуть уже. Данлап почему-то делает АТ-81 в модификации Hard Enduro только в размере 110 на 100 на 18. Непонятно, почему они делают 120 покрышку, но это есть. Вот. Теперь немножко еще поговорим про фактические размеры колес. Это у нас кроссовое колесо. Оно меряется по основанию. То есть при замере, грубо говоря, шипы не учитываются. Фильмовские же колеса у нас меряются полностью от шашки до шашки. А еще на видео сразу видно, что Митас кажется шире. Но есть один нюанс тоже, который стоит учитывать. Сюда подойди. Если посмотреть на покрышку изнутри, формовка у Митаса такая, что здесь куча с пустого места. И когда покрышка сядет на диск, она будет гораздо уже. Мизеллер же, который стоит дальше, он уже изначально узкий. Когда он сядет на диск, он примерно так себя и будет чувствовать. Может быть, чуть-чуть он станет шире. Сейчас я покажу, как сядет покрышка. Вот, собственно, мы посадили на диск. И она стала гораздо уже. Видно, да? Так она широкая. На диск села. Совсем другое дело, как сказать. По фактическим размерам пробежимся сейчас немножко. Условные фактически, потому что мы меряем резину, которая еще не села на диск. Есть у нас вот такой специальный малый инструмент. Огромный. И мы сейчас будем мерить. Дамло по Т-81. Пошел замер. Опять же, покрышка не сидит на диске. Покажи. Вот здесь. Покрышка не сидит на диске. Здесь места много. Когда она сядет, он будет чуть уже. Фактическая ширина примерно 125 мм. Ну или 12,5 см будет это колесо, когда встанет на диск. Примерно. Дальше. Мидзеллер. Мидзеллер примерно уже у нас сидит по диску. Ширина такая, может быть, даже будет чуть шире. От шашки до шашки в самом широком месте 134. Ну, грубо говоря, можно отталкиваться от 135. Чуть-чуть шире может он будет, но не сильно. Теперь митос. В таком положении, конечно, он у нас больше 140. Но, опять же, мы его сажаем на диск. И у нас выходит, опять же, примерно те же самые 135. Ну, может быть, 140. Когда она раскатается, если, опять же, ездить с мусом, колесо расплющится. И, может быть, будет шире немножко. Так, и еще у нас остался один специальный гость. Это MXMH SuperSoft. Две зеленых полосы. Мидзеллер. Меряем его. И, по факту, у нас больше 140. Но, опять же, покрышка не сидит на диске. Когда она сядет, он должен чуть-чуть сделать вот так. И стать в районе 140. 120-е колесо, замечу. 120, 90, 18 написано на покрышке. А, по факту, она почти 140. То есть, учитывайте это при выборе колеса. Так, ну, еще раз пробежимся. Под что? Под что эти у нас колеса все? Все это под хард. Все это мягкие составы резины. Все это гонки. Все это отличный зацеп. Но в разных условиях. Это камни, скалы, твердяк. В грязь на этом колесе лучше не соваться. Эти два колеса в грязи, конечно, будут себя чувствовать получше. Все-таки здесь больше пустого места между грунтозацепами. И грязи есть за что зацепиться. Но шашка короткая. Поэтому для грязи это не лучший выбор. А Т81 здесь шашка повыше. В грязи, по идее, она себя будет чувствовать лучше. Надо тестировать. Мы себе КТМ купим чуть попозже. И все это дело будем проверять. Проверять на деле, а не просто болтать. Теоретики, так сказать, теоретики это хорошо. Но на КТМ врум-врум это получше. Поехали. Еще. Что нужно здесь? Что здесь должно быть еще? Здесь должна быть еще 7-5-4. Явно. Сейчас я принесу 7-5-4. Правда она не зеленая. Но мы ее покажем. Сейчас. 7-5-4 материализовалась. Сейчас мы расскажем про нее. Пожалуйста. Это наш специальный гость. Только она без полосы. Без полосы покрышка жесткая. И мы представим, что здесь есть зеленая полоса. И что она мягкая. Потому что покрышка с зеленой полосой. Она пойдет для харда. Она может здесь находиться. Покрышка без полосы жесткая. И здесь ей делать нечего. Короче, представим, что здесь у нас есть зеленая полоса. Так вот, 7-5-4 это длинная шашка. Шашка у нее 18 миллиметров. Самая длинная. Практически длиннее некуда, так сказать. Так вот, шашка 18 миллиметров. И это замечательная штука в грязи, в песке, на мягком грунте. И чтобы пахать соседские огороды. Но, если покрышка жесткая, то на камнях, на скалах, на бревнах делать вам нечего. Она буксовать будет. Если же покрышка с зеленой полосой, то это мягкий состав резины. Не такой мягкий, как эти все, но тоже мягкий. Эти все супер мягкие. А с зеленой полосой 7-5-4 будет просто мягкая. Так вот, зеленая полоса 7-5-4, грязь, песок, мягкий грунт и по твердяку тоже она работает. Дальше, что еще хотелось сказать. Когда вы выбираете себе колеса для харда, когда вы выбираете себе покрышку с супер мягким составом резины, вы должны понимать, что это не самое износостойкое колесо. Мягкая резина стирается быстро. Поэтому, если хотите ресурс, если хотите ездить долго, нужно брать покрышку с жестким составом. Еще раз, про мягкие составы. Мягкий состав резины – это не самое износостойкое колесо. Мягкая резина стирается быстро. Поэтому при покупке мягкого колеса или при выборе резины, вообще учитывайте, мягкая покрышка или жесткая, или средней жесткостью. Жесткая покрышка служит долго, мягкая покрышка быстро стирается. Что еще из этих? Что сказать? Покрышка, у которой большие шашки, мягкая, она будет служить дольше. Потому что большую шашку, мягкую, уничтожить сложнее, чем маленькую шашечку. О чем я говорю опять же? Переместимся сюда. Смотрим на EF07 – шашки маленькие. Смотрим на MXMH – шашки больше. То есть MXMH у нас будет служить дольше, чем EF07. Например, мы не померили 754. Всех померили, ее не померили, она может обидеться. Смотрим опять же ширину здесь. Примерно соответствует диску 2.15, значит можно мерить ее вот тут. 120 на 90 на 19 номинальный размер. А по факту получается 131-132. Пожалуй, это все, дорогие друзья, что мы хотели сегодня вам рассказать. Супер мягкие составы, хард эндуро, вперед, вертикальные подъемы. Короче, всем удачи. И до новых встреч. Вообще, у меня бывает такое впечатление, что колеса, они живые. Они периодически двигаются. Лежат они, потом бах и поехали куда-то. Так вот. Продолжение следует...